Друзья, приветствую вас на канале Atomono5. Привет. Мы с Демом сейчас сидим на балконе на соне пальмы и отдыхаем. И готовимся сейчас пойти сначала на обед, а потом на море купаться, да? Да. Мы там уже были, смотрели. Вода очень тёплая. Вода очень тёплая, классная, да? Поэтому сначала покушать, а потом отправляться в дальние плавания. Да. Но сегодня будет видео не об этом. Сегодня я буду вам рассказать о том, что и какие изменения произошли в номер после того, как мы пожаловались на чистоту номера и на неполадки. Если вам интересно, смотрите в этом видео. Вот таким образом выглядит наш отель снаружи. Вот так вот выглядит этаж, на котором мы живем. Это первый этаж. И вот там Глеб в серединке открывает наш номер. Итак, как я вам говорил в прошлом видео, мы ходили, точнее я ходил после приезда сразу, пожалуйста, на определенные вещи. Это не работало вода в номере, этот номер был грязный. После этого, когда человек ее сделал, утром выступил на смену девушка, зовут ее Жанна, она ручка головячая, я с ней побеседовал, показал ей фото, скинул даже ей фото. Для того, что действительно очень много пыли в номере. А там очень много пыли было в номере, он был действительно не образ. Потом, позже, когда мы пошли на завтрак в Байеле, после завтрака шли, нас встретил главный менеджер этого отеля. Аннабелла Парк побеседовала с нами на немецком языке, она знает немецкий язык, очень хорошо она знает. Побеседовала, сказала, что полностью семена были распроданы, и они просто-напросто не успели убраться в том номере, который нас определили. Так как гости уехали поздно вечером, а мы заехали ночью, то есть как бы не было хаус-кипинга никого, и из-за этого они не успели убраться, и было тысячи извинений с ее стороны. Она сказала, что, в принципе, вы можете со своей семьей подумать, что вы хотите, в качестве извинений мы вам предложим. То есть, как бы, ну, это может быть какие-то коктейли, бугрюховцы-коктейли, либо еще что-то. А перед этим я читала информацию, что у них есть массажи, и они, эти массажи, платные. Я говорю, ну, было бы неплохо, если бы мы получили массаж. Она говорит, я подумаю над этим предложением, мы встретимся с вами позже, и тогда все это дело обсудим. Вот, и мы с этой, с этим, с этой главным менеджером встретились в хотеле Аннабелла Даймонд, это соседний отель Питингрозточный. Вот, встретились почему? Потому что у нас там была также встреча в 9.30, вчера, когда мы прилетели, вот, КТИ и туристик. Нам дали конверт с терминов, что мы должны встретиться с Райзе Фернштальтером, который находится здесь. Он должен с нами был побеседовать и рассказать нам, какие есть экскурсии, какие есть туры здесь. То есть в 9.30 мы должны быть встретиться с Райзе Фернштальтером, нам сказали, что мы должны быть всей семьей, ну, пошли с этой семьей. Этот термин прохватил в отеле Аннабелла Даймонд. После того, как мы побеседовали с Райзе Фернштальтером, нас встретила заместитель главного менеджера и сказала, что вы семья Томонов, мы столида. Говорит, мы хотим с вами побеседовать. Опять же, она извинилась много раз. Нам предложили два массажа для взрослых по 15 минут. И Глебу было предложено обсход, потому что для детей еще специального такого нет. И массаж можно делать только с 18 лет, поэтому было предложено обсход. И для нас еще будет предложена одна бутылка вина, которая нам будет либо сегодня в номер доставлена, либо завтра утром, когда будет хаос-кидинкуберация. Пока мы находились там, здесь было естественно хаос-кидинкуберация. И после того, как мы зашли в комнату, мы увидели именно это. Смотрите, что мы видим. Итак, после нашей жалобы, сейчас мы заходим в комнату. Смотрите, что мы здесь видим. Нам здесь таким образом украсили кровать, поменяли полностью постельное белье. Далее полотенца для того, чтобы на пляж ходить, хотя их надо дополнительно арендовать. Здесь все убрали, все прибрали. Пахнет свежестью и чистотой, потому что прям видно, что все чисто. Заходим сейчас мы еще в ванную комнату и видим здесь, что лежит полотенчик. Почистили зеркало, но здесь все убрали. И все очень классно и супер стало. Так что все просто класс. Итак, все какие изменения. Нам должны каждый день докладывать только воду по графику. Но нам, кроме этого, доложили еще вот таких два напитка, наподобие меринда. Но это местного производства. То есть это опять же плюс. Как вы понимаете, у нас все полностью убрали, все полностью прибрали, в комнату приели в полный порядок. Доложили полотенце, которое, в принципе, надо арендовать, за которое нужно платить коллекцион на пляже. Эти синие, которые мы хотели на кровати. Плюс дополнительно доложили полотенце, то есть общее количество шесть штук. И одно для ног, это седьмое. До этого было их меньше. Полностью поменяли постельное белье. То есть все, все, все полностью все очистили. Везде сейчас убрали пыль. Пыли нигде нет. Полы чистые. Балкон чистый. Все идеально. Все замечательно. Они признали полностью свою вину. И тем самым дали нам два массажа. Обспорт, это фрукты и бутылки вина, мы полностью все убрались и все это сделали. Это круто, это супер, поэтому бывает со всеми такое. Да, действительно, люди могли просто-напросто не успеть сделать, потому что поздно выехали гости, и хаоскипинг уже были на месте. Я их это понимаю, сам работаю в этой сфере, в сфере отелей, и можно сказать, что наш отпуск начинается просто с утра, просто нужно было об этом вовремя сказать. Если бы мы не сказали, то у нас были бы плохие впечатления о нашем начале отпуска, о том, что нас заселили в плохой номер, что оно на грязном и тому подобное. Но у них есть листочек, в котором прописано, что если какие-то вас проблемы интересуют или что-то вас не знает, обязательно говорите об этом. Мы не будем решать это прям своевременно, а не так, чтобы говорить об этом в конце вашего отпуска, в конце отъезда из хотеля. Это все правильно. Поэтому я могу вам прям с чистым сердцем и душой поднимать хотель Аннабелла Парк, Аннабелла Даймонд, сказать, что здесь все супер-все классно. Просто сложилась такая ситуация, когда, ну, действительно, немножко не так пошли звезды. Итак, нам еще принесли в номер вино и фрукты. Это очередное извинение за то, что номер был не убран. Вино называется Кремицей Сэк Сарар. Сарап. Местное какое-то производство. Красное. Попробуем, не знаю, что это за него. И вот такие вот тарелки с фруктами. Сс?